В Петропавловске состоялось заседание общественного света при областном филиале партии «Аманат». Его участники рассмотрели два вопроса. Первый касался продовольственной безопасности. Для удержания цен на социально значительные товары у нас увеличено сфинансирование в 1,7 раза до 3,4 млрд тенге. В связи с чем мы увеличили в этом году объем закупа с 10 тысяч тонн на 15 тысяч тонн. На сегодня в стабилизационном фонде имеется порядка 2,5 тысяч тонн продукции. В текущие месяцы у нас из показок законодавали 204 тонны сахара с Купсуйского завода, по 816 тонн 12 Радского завода, но уже по 450 тенге. Поставка первого года рождается в конце июля месяца. Напомню, на прошлой неделе на расширенном заседании правительства с участием Касымжмарту Токаева обсудили ситуацию с дефицитом сахара в стране. То, что происходит в магазинах, глава государства назвал позором. Президент поручил правительству в срочном порядке разработать отдельный отраслевой проект по развитию сахарной отрасли. Пока же Казахстан на 90% зависит от импорта. Действия страны-соседа могут сильно повлиять на Казахстан. Особенно введение экспортной таможенной пошлины на вывоз зерна, которые рассматривает Россия. Этот вопрос на партийном общественном совете рассмотрели вторым. Введение экспортной пошлины в Казахстане отрицательно скажется на фермерах нашей страны. Так как при введении пошлины экспортеры зерна на сегодняшний день на пшеницу, при цене на сегодняшний день на пшеницу 150 тысяч тенге средняя, вынуждены будут закупать у сельхозпроизводителей за минусом наложенной пошлины. При внедрении экспортной пошлины на вывоз зерна, имеется риск потери рынка в связи с очень большой конкуренцией с соседними государствами. Эти и другие доводы специалисты управления сельского хозяйства изложили в письме и направили его на рассмотрение в профильное министерство.